В официальных сводках различных ведомств о ходе специальной военной операции каждый день обновляются данные о раненых и погибших на фронте, на линии соприкосновения и даже в условно-тыловых городах ДНР. В отделениях Харцейской больницы медицинская помощь оказывается и гражданским, попавшим под обстрел, и бойцам, воюющим за будущее без нацизма. Терапевтическое отделение, хирургия, травматология принимают раненых. Многие пациенты нуждаются в донорской крови. Сегодня в отделении переливания крови Харцейской больницы с желанием сдать кровь пришли 27 человек. Доноров со стажем среди них совсем немного. Сдаю первый раз. Может быть, это кому-то поможет. Страшновато, конечно, но я думаю, что все будет нормально. Да, первый раз пришла. Узнала от нашей школы, что нужно прийти. И решила приехать, сдать кровь. Прошло все хорошо. Девочки внимательные, все благополучно. В общем, чувствую себя хорошо. В отделении переливания крови работают 6 человек. Вчера могло быть 12. Ожидался приезд бригады Республиканского центра крови. Но выезд пришлось отменить. К сожалению, у нас не состоялась выездная заготовка донорской крови бригадой из Республиканского центра крови. Потому что не было ни одного донора. У нас будет сегодня заготовка вдвое меньшими силами, нашими силами. Но я думаю, что мы справимся и примем всех желающих, чтобы запас крови был в больнице. И часть, конечно, мы этой крови заготовленной отправим в Республиканский центр крови. Сегодня сдавали кровь преимущественно работники учреждений культуры, образования, спорта и коммунальных предприятий Большого Харциска. На работу пришел клич, что нужно сдать кровь. И у нас много с работы человек откликнулось. И сегодня пришли почти всем коллективам. Почти всем коллективам на сдачу крови пришел Харциск-Горсвет. Валентина Шумельная благодарна каждому, кто сегодня стал донором и всем тем, кто был причастен к организации процесса. Мы посмотрим, сколько нужно оставить для нашей больницы. А все остальное, конечно, мы отправим на Республиканский центр крови. Потому что у них нужда намного больше, чем у нас. Я думаю, что то, что мы не смогли сделать вчера, мы сегодня доделаем, чтобы обеспеченность кровью была нормальной и нашей больницы, и Республиканского центра крови.